Микс Ньюс Доброе утро Гость в студии Здравствуй, мил человек Проходи, гостем будешь Выпьем, закусим О делах наших скорбных покалякаем Гость в студии Телефон напрямого эфира 26... 2672 12 939 672 13 93 9 И номер ватсапа 2300 6191 Звоните нам, пишите, если у вас есть вопросы К нашему гостю И, конечно, поводом для того, чтобы пригласить вас К нам в студию, стала Отмена концерта Григория Лепца По причине того, что господин Лепца Запретили въезд на территорию Латвии Скажите, во-первых, я уже сегодня Заходил на сайт, конечно, уже давно Билеты не продаются, но при этом на сайте вашей организации Он еще, концерт стоит, как В расписании У вас есть, может быть, надежда, что Все-таки получится его организовать? Да нет, я думаю, что никаких чудес не произойдет Концерт отменен, потому что Григорий Викторович объявлен невизным На территории Латвии Поэтому, наверное, это какая-то техническая ситуация Связанная с тем, что все бегут Все работают, все заняты своими делами Деньги в любом случае Мы обязательно все вернем И в ближайшее время начнем выплачивать Как только нам все подрядчики скажут Что мы можем получить от них эти деньги Потому что никто не должен пострадать Я думаю, что это настоящий форс-мажор И все должны получить полностью все свои средства Включая комиссии, которые берутся за продажу билетов Как часто вообще происходят такие эксцессы Как отмена концертов? То есть, хорошо, с Лепсом понятно Тут политический вопрос А какие-то другие ситуации По состоянию здоровья Закапризничал? Бывает по состоянию здоровья Зивер, например, совсем недавно выступала у нас в Риге И вначале, приехав в Литву Отменила концерт Потому что, к сожалению, у нее была температура И ее спасали доктора Вильнюсские доктора ей помогли Все было просто шикарно Она следующий концерт в Риге все-таки дала Потом дала концерт в Тайне Потом вернулась и дала концерт в Вильнюсе Конечно же, организатор какую-то часть денег потерял Потому что, ну, наверное, в пятницу Удобнее пойти на концерт, чем в воскресенье вечером Все-таки предстоит рабочая неделя И поэтому, я думаю, что они как-то договорились И артист выплатил какую-то компенсацию своего гонорара То есть, сделал бы меньше объективно На ту сумму, которую организаторы не продали билет Потому что, в частности, на пятницу был аншлаг по билетам А на воскресенье в Литве билеты уже были То есть, кто-то сдавал Кто-то, кто живет, например, в Каунасе У них очень развита Литва вообще это отдельное государство Со своими княжествами Они ездят друг к другу в гости очень смело У нас, в принципе, все Рига и окрестности Это вся Латвия Но там совсем другая логистика Поэтому на это надо рассчитывать Что если концерт отменяется или переносится То люди будут сдавать билеты У нас сразу звонок в студию Очень рад, поэтому давайте его выслушаем Доброе утро, здравствуйте Доброе утро Подскажите, пожалуйста, на тему отмены Как раз таких концертов Недавно, ну как недавно Какое-то время обратно был отменен концерт Венецианская музыка Что-то в этом стиле Там целое мероприятие Шоу И деньги так и не вернули И никакой информации Нигде нет об этом концерте Билеты стоили приличных денег Потому что была заявлена арена Рига Может быть, вы в курсе Как этот процесс происходит И где можно узнать Как повлиять на эту ситуацию Спасибо Спасибо огромное за вопрос На самом деле для нас Это очень тяжелая проблема Для профессионалов Которым в этом бизнесе Уже почти 20 лет Дело в том, что Любой отмененный концерт Соответственно ударяет по рынку И потребители, в частности Вот клиенты, посетители концертов Сразу начинают с недавием Относиться к данной ситуации Ну, я не знаю Кто организатором был данного мероприятия Потому что в Латвии Очень много промоутеров И когда собирали подписи За то, чтобы ввести Не вводить ПВН на билеты То есть не облагать еще ПВНом билеты Потому что они у нас в Латвии Продаются без НДС То я в списке Со своими тремя компаниями Был соответственно 1171 1172 1173 Поэтому за всю бригаду не отвечу Но могу сказать Что вы можете обратиться Наверняка в Аэна Рига Или Билюши Северис Вам дадут организаторов Которые организовывают этот концерт Эту компанию И надо обращаться к ней Или же обращаться в суд И так далее Но в нашем бизнесе Есть компании Которые этим грешат Они К сожалению Выходят на рынок С идеей заработать денег Никак это не лицензируется Для этого им надо заключить договор С Билюши Сервис Например О продаже билетов О снятии зала И можешь объявлять Никто в принципе Даже не проверяет Есть ли у них договор с артистом И как обстоит дело То есть в принципе Я условно говоря Могу завтра написать Билюши Сервис Сказать Что я привезу Не знаю Концерт Red Hot Chili Peppers И мне поверят Ну из серии Да Red Hot Chili Peppers Зайдут еще на сайт Посмотрят Бог с ним Эти-то группы На своем сайте Все свои концерты выкладывают Но тем не менее Вы можете привезти Исполнитель Никто вам не помешает Если у вас есть сия Вы можете начинать Прямо вот с завтрашнего дня Продавать концерт А есть какая-то возможность Проверить Насколько Допорядочен организатор То есть я не знаю Загуглить и проверить Какие-то скандалы Были с ними связаны Конечно Можно загуглить Можно посмотреть На той же странице Например на сайте Билюши Сервис Опять-таки Ты можешь зайти Посмотреть все мероприятия Данного организатора И как правило Большие компании А их у нас всего-то несколько Делают несколько мероприятий К ряду И к ним уже есть Определенное доверие на рынке Потому что Они как правило Концерт не отменяют Вот у нас первый случай Такой итог политический А вообще Вот из-за этого Как раз политического случая Тут вот недавно Продюсер Российский Иосиф Пригожин Высказался в том плане Что раз может быть Нам не хотят нас пускать Потому что еще в 2014 году Там запретили и Валерии И Ковзону въезд И Газманову И Газманову Да сейчас вот еще Лепсу И вот Пригожин говорит о том Что может быть тогда Вообще мы в Латвию Не будем ездить Раз так к нам относятся Вот вам как организатору Вам стало в последние годы Сложнее договариваться С российскими звездами Из-за вот такого Политического отношения Или нет Ну я думаю нет Потому что все-таки Артист живет своим режимом У него есть туровая составляющая Он должен обязательно Проехать по всем своим регионам Для того чтобы иметь Продажи и интернет Продажи песен И соответственно выступать У своей любимой публики Поэтому я не думаю Что это как-то уж серьезно Повлияет Но то что это некрасиво Это факт Потому что всегда музыка Была вне политики Но вообще Если мы говорим Об организации Насколько сложно работать Со звездными актерами У них свои капризы У них свои требования Абсолютно Абсолютно У каждого свои У какого-то артиста Должно В гримерной быть Такое-то расписание Того что должно Не обходить атрибутов Включая там Могут быть какие-то запросы Совершенно случайные Например Ну я не знаю Может быть там Одному надо увлажнитель воздуха Что вот он был обязательно Например И другому надо Чтобы температура была такая А Элтон Джон вообще Варина Рига Вот там гримерные Где у нас хоккеисты Передеваются Полностью Задрапировал пространство Для него было задрапировано Специальный мастер приезжал Висели все его концертные костюмы Хотя одевал он В принципе два На концерт Но висели все Стояли все его тупы Друг настроения Да Вот я сегодня Вот он думает А сегодня я в зеленом И вот это все Вот это вот Полная фура Этого ерунды Значит соответственно Едет Ну как бы не ерунды Это очень важные Атрибуты его Да Его настроение Концертного И это все Путешествует вместе с ним Вместе с диванами И так далее С диваном Он сидит на своем диване Да У него свои диваны У него своя мебель Она за ним путешествует И вот Слушай Это не раздражает Ну то есть человек приехал работать Мы за это платим деньги Он зарабатывает деньги К чему вот это весь Понт Простите за Вопрос не в понте Дело в том Что артист живет Вообще в самолете В машине В переездах И так далее В гостинице И ему хочется Хоть какую-то составляющую Какое-то бытовое спокойствие Какое-то бытовое Вот комфорт Должен у него присутствовать Потому что Мы-то с вами начинаем Слушать песню Ой классная песня Блин На радио услышал Один, два, три, четыре раза А вы представляете Что этот артист Он уже терпеть эту песню не может По большому счету Он уже просто Просто не может И вы если замечаете То когда артист Исполняет песню По три тысячи раз Он начинает пытаться Аранжировать Добавлять какие-то Обработки Что-то делать по-другому Мы хотим услышать То, что мы хотим А он Понимаешь Ну так С этим наверное связано Да Что часто на концертах Звездные исполнители Свои как раз Звездные хиты Не исполняют Это какой-то Это какой-то принцип Да Все пришли послушать Одну в общем-то Песню Нам исполнили Двадцать других Да Тот же Григорий Викторович В последнее время Не исполнял допустим Песню Натальевич С чем это связано Ну может быть С его личным Каким-то отношением Один момент Его в жизни Очень много Натальи Окружало И Даже в нашей компании Человек который работает Непосредственно С Григорием Викторовичем Это Наталья И до этого доходило Что он думал Повезло так повезло Потому что это специально Да Он просто с ума сходил От этого И Вот перестал Исполнять эту песню На своих концертах Не павел Причем Таллиннский концерт Состоится И очень многие Обращаются в компанию И меняют билеты На Таллиннский концерт Более того Мы давали информацию Перезрелизы Сылали Надеюсь до вас дошел Что Мы билеты Григория Викторовича Меняем со скидкой Десять процентов На все свои мероприятия То есть Это фактически Подарочная карта Плюс десять процентов Бонуса Вот такой ход А по поводу Как раз говоря У нас к сожалению Сорвался звонок Но вы нам звоните 672-12-93-9 682-13-93-9 Вот говоря Как раз по поводу запросов Есть какая-то связь Между Не знаю Важностью артиста То есть понятно Элто Джон Это мировая величина Это фигура И он заслужил Своё право На вот такие требования Даже может быть Самые дикие Есть ли такое Что чем мощнее артист Тем у него выше требования Или бывают наоборот Такие очень скромные Великие артисты Или наоборот Выскочки Которые вроде как И ничего не представляют Из себя А уже требования Как у господина Джона Ну конечно же Бывает по всякому Артисты тоже люди Самые обыкновенные Простые люди Да И есть артисты Которые себя Ничего не значат А становятся Вроде бы легендарными А ну По отношению Запросов своих Да А есть легендарные Артисты Которые очень простые Душевные Кто-то вам запомнился Из такой вот Как раз простотой своей Ну почему Очень много артистов таких Вот Валера Меладзе Это например Мой очень Хороший друг И мы дружим Очень давно Как только он появился Это был 93 Наверное год Начало 94 Вышло 6 песен В том числе Ночь накануне Рождества Этот сингл Просто взорвал Все дискотеки Я тогда дискотеки Покручивал В ночном клубе Парадиза И вот с тех времен Мы знакомы и дружим Он очень простой Адекватный человек А может это связано С тем что вы с ним дружите? Нет это связано С отношением человека К жизни Вот именно сам Валера Такое То есть независимо С того кто будет Организовать Организовывать мероприятие Он приедет Ему нужно что? Ничего? Не ну ему Ему надо определенный Свои требования Но они не Мега космические И он отношение К промоутеру Имеет не надменное А очень профессиональное То есть он Относится к Он понимает Что все участники Одного процесса Даже те люди Которые делают рекламу И так далее Но это вот кстати Все участники Одного процесса Это такая Достаточно сложная штука Мне кажется Если мы говорим О российских звездах Потому что Если мы возьмем Зарубежных звезд То они воспринимают Такие моменты Как выступление Проход по красной дорожке Интервью Как часть своей работы Это пиар Который им нужен С российскими звездами Все иначе Они могут спокойно Отвернуться Не ответить журналистам Задрать нос кверху Лайма Вайкула Периодически этим грешит Камеди Клаб Периодически этим грешит То есть вот это вот Мы здесь такие звезды А вы вот сидите Шушера Подождите в стороне Почему Они действительно Не понимают Что это пиар Который им нужен Или они верят Что они продадутся Они правда верят Что они Ну всегда будут в топе Это же очень странно Есть определенная Самонадеянность У некоторых артистов Да и они не видят Своего будущего Но сейчас им комфортно И они летят просто Как самолет На каком-то эшелоне Да Они просто думают Что все так и будет Всю жизнь Но даже Лайма Вайкула Могла бы сгрешить И спеть одну песню Какую-нибудь за 30 лет Было бы вообще прикольно Правда Потому что На вернисаже Мы слышали Да еще пару кавер-версий Но это не дает Масштаба Это не дает Притока новой аудитории Да но это вы знаете Я очень хорошо помню Когда в Юрмале Проходил Комеди Клаб Фестиваль Это несколько лет назад было И тогда приглашали Пэрис Хилтон Это был такой прямо шоу И вот меня что поразило Что по красной дорожке Проходили все участники Фестиваля Комеди Клаб Они не проходили Они пробегали Незлобин вообще проехал На велосипеде Мы не успели даже сфотографировать Что сделала Пэрис Хилтон Она вышла Пообщалась со всеми журналистами Попозировала всем фотографам Потому что это часть ее работы Почему Скажем С российскими звездами Так не получается Может быть Их как-то информировать надо Может быть Они где-то задержались там Где-то в 90-х Ну может быть Так оно и есть Но вот вы же работаете с ними Вы это чувствуете? Я чувствую Многие из них профессионально Относятся к пиарам Дают интервью Встречаются с журналистами И так далее Специфика такая Что артист приезжает в Ригу Фактически На несколько часов Если мы отнимем его сон Отнимем репетиционное время Отнимем время концерта То у него всего-то Несколько там Три-четыре часа Допустим Да? У российского артиста И из этих трех-четырех часов Ему хочется и побыть Наедине с собой Сосредоточиться И поесть еще надо Помыться Переодеться И поэтому он К поездкам на радио Как раньше это было В 90-е годы К нам На радио Я работал на СВХ плюс Приезжал миллион Звезд Которые давали интервью И с удовольствием Ехали в эфир Но сейчас Они в таком темпе Полеты Перелеты Поездки Что им просто Нету времени На то Чтобы пообщаться С журналистами Если это не Московские журналисты Какие-то там Какого-то звена Пересхилтон Понимая просто Масштаб мероприятия И ее за деньги Пригласили Очень серьезные И она никакой Приехала Ну и они выступают Здесь не бесплатно Конечно И она дискотеку играла И все остальное И она понимает Что она должна Отработать свою миссию А те-то Организаторы Были этого процесса Это же был Комедий Клаб фестиваль Поэтому они бегали Дурачились и так далее Им это казалось Что когда это на грани фона Может быть в этом что-то есть То это дает Какое-то такое антураж Но ведь поразительно То что концерт Это только часть работы Любого артиста Ну конечно Нет Безусловно вы правы Я с вами полностью согласен Но вот Не могу я сказать про них Они в караоке могут прийти И петь во Фрэнсе до утра Просто так В рабочий день Меладзе например Ходите во Фрэнсе Меладзе поет Меладзе просто так Вряд ли приедет У него все-таки Распланированная жизнь Но многие из Резидентов Комедий Клаб Приезжают И ходят в караоке Поют Потому что у них здесь есть друзья У них есть квартира И они выходной Гарик Мартирасян Недавно рассказывал Что самое вкусное пиво Которое он пробовал Это в Латвии Я хотел спросить Вот о чем Как раз по поводу Шоу-бизнеса Не кажется ли вам Что он в последнее время Как раз артистский Именно он развивается Потому что в 90-е Он только-только появился Это в Америке Культура шоу-бизнеса Уже почти век Если не больше А в России Это там вот лет 30 И они как раз Быстро-быстро нагоняли Ну и Россия Украина Я имею в виду Бывший Советский Союз Даже Латвия То есть чувствуете ли вы Какие-то изменения В плане переговоров С артистами Ну изменений В плане переговоров Наверное нет Все остается примерно Такой же каркас отношений Вопрос то Что вы говорите Про изменения Самого рынка Самой структуры Да, наверное есть Появляется очень много Новых исполнителей Тенденции цифровых технологий Выводят людей На новый уровень И в принципе Тебе надо сделать Какое-то произведение Ты можешь его Тут же через Фейсбук Или через Ютуб Загуглить И просто раскрутить Уже в принципе Вложив деньги Поэтому начинают Появляться новые имена Это заставляет рынок Омолаживаться И старые исполнители Тоже начинают делать Что-то такое Что в принципе Подчас не делали То есть начинают Петь новые песни Хотя бы Цвет настроения Синий И пица Или сниматься Или снимать ролики В инстаграм Например Как Пугачева делает Абсолютно И Филипп Киркоров Если вы посмотрите У него И Дима Билан Постоянно идет Стриминг Люди Каждое движение Снимают Они активны Они хотят показать Что они еще на волне Но это наверное здорово Другое вопрос Обратить ваше внимание Хотел на факт Такой Битлз уже больше не будет Если сейчас Кто-то 3 года Не спел новую песню Не дай бог Да Мы начинаем Спрятать Блин Вот этот Помнишь Ну такой он Этот клип у него Зеленый был Мы просто В этом потоке информации Растворяемся И приходят все время Новые 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 люди У нас опять звонок Так что давайте Его примем Доброе утро Здравствуйте Доброе утро Скажите пожалуйста Какое ваше отношение К тому Что существенно Сократился Цикл вообще Артиста Как такового Я вот например Сейчас вот Очень интересно Вас слушать На самом деле Было Особенно когда Вы какие-то факты Даже Наиболее Привозили Например Такое явление Как Токио Хотел Уже Я уверен Сейчас Не многие Вспомнят А вы помните Как они гремели Я уверен То же самое И Тейлор Свифт Ожидают Через какое-то время Вот В чем вообще Природа Вот этого Короткого цикла Это просто Чисто бизнес Заработал Ушел Спасибо большое Спасибо Спасибо вам за вопрос Вы знаете На самом деле Тут Как у каждого человека У каждого артиста Своя судьба У каждого исполнителя Вот К примеру Было как-то так Что Работал я в ночном клубе По все порам Возили мы концерты Очень много В свое время Клуб был популярен И приезжал Андрюша Губин Андрей Губин Был безумно талантливый парень Ну в плане Был Новых песен Просто нет А песни Которые были У Андрея Они были Просто в десятку Вот весь его альбом Что произошло Например С Андреем Губин Ну там были вроде Психологические проблемы Если я не ошибаюсь Психологические Но в один момент Он улетел В такой космос Я случайно Послушал его интервью На радио Он в Риге выступал Он слово Я за интервью Сказал наверное 2014 раз То есть у него И начинались И заканчивались Те приложения Словом я Безумно молодой парень Ему тогда было Лет 17 Или 16 С гитарой Талантливый Просто вот как Вспышка Появился И исчез Дима Маликов Шикарные концерты Давал Он давал В Риге По три концерта В год Выступал Параллельно И в конгрессах И в ночном клубе Пепси форум Сейчас Дима Маликов Я думаю Не соберет и конгрессов Ну конкретно сейчас Кстати он соберет Он вернул себе Ну сейчас да Но один период Он ушел В музыку Которая стала Допустим Профессиональной И к сожалению Не столько коммерческой Если мы говорим Про билеты То же самое И с Токио Хотел Эта группа Появилась Поработала И в Ригу Даже ее привозили Но видно у нее Короткий век Это ее судьба Но они тоже кстати Пару лет назад Выпустили альбом Совсем другой Отличающийся от того Что они делали до этого Вот кстати Есть же такое А нет Давайте мы премию Лучше звонок от слушателя Потому что Дима интересно Доброе утро Здравствуйте Доброе утро Собственно говоря Вопроса два Отключил тайдл свой Специально сейчас Хай фай Чтобы вас послушать Ютуб привезете Это первый мой вопрос А второй вопрос Китайский рынок Будучи в Китае Включил китайское Телевидение В Шанхае И ничего не понимая По русски Оказался просто На советской эстраде Песня 80 Китайский Гарик Сукачев И выяснил для себя Что китайская Музыкальная культура По своей И в участи Если можно так сказать По своему ритму Очень и очень Близка к русской То есть вот эти всех Артистов Которых вы Возите в Латвию Их вожете смело Брать из Латвии Артистов Которые здесь Не могут продвинуться Есть таланты Которые Ну та же Санта Данилевич Которые вообще Ну задвинули ее Куда-то И все После Евровидения Она бьется Девочка Бьется Талантливая И вот Просто их брать И туда Прямо на экспорт Там этих Народу И концертных залов Которые надо Заполнять Тот же вид Например Он же там Популярность Получил Благодаря тому Что там Огромное количество То есть партия Дает приказ Построить концертный зал А артистов нет А любой европеец Это белый человек Поэтому популярность Обеспечена Как на этот счет Смотрится Спасибо Спасибо огромное За вопрос Все эти три вопроса Ну как бы два Но они все Взаимосвязаны Интересно Потому что Давайте вначале Ютуб привезете Я вчера Я послышал с Ютуб Думаю Как прям здесь Ютуб Начнем с другого Мы вот Под Ютуб И подойдем Все очень взаимосвязано В нашем мире Тем более Чем дальше мы идем Смотрите какая история Наша компания Как компания Началась с привоза Артиста Витаса В 2001 году И меня тогда Все отговаривали Говорили что это просто Пиар ход Жабры и так далее Что не бери Ни в коем случае Аквариум нужно поставить Да аквариум Все Мы привезли Витаса И собрали Полный концертный зал Был это 6 июня 2001 года Вопрос в другом Что Витас Был популярен Потом перестал Быть популярным Потому что Не было новых песен И продюсер его Гениальнейший Пудовкин Господин Который Занимался Раскруткой Группы Нана Он взял Витаса И повез его в Китай Он договорился Вот на том Чем говорил Сейчас наш радиослушатель Договорился На государственном уровне О его финансировании Предложил Бесплатные концерты Для городских праздников И Витас Начал собирать стадионы Он оттуда просто Не вылезает Что же касается До сих пор До сих пор Он туда приезжает Продается альбомы Поставили Если не ошибаюсь Да Это новые рынки Бразилия Китай Это рынки Которые сейчас Только начинают Открываться Для современной культуры У них С цифровыми технологиями Произошел просто переворот И там Огромная аудитория Там один Исполнитель Может собрать Себе несколько миллионов Человек Потому что Ну их там Полтора миллиарда И это очень влияет На рынок Западные артисты Как и Юту В том числе Хотят Как и все люди Меньше работать И больше зарабатывать А когда у тебя Раньше было предложение Только из Европы Например Ты хотел одни деньги А когда тебе звонит Бразилия Шанхай И Весь рынок Вьетнама Который тоже Начинает в это вливаться Конечно же Артисты Начинают становиться Дороже и дороже И такие группы Как Юту Выступают В тех местах Где могут Собрать гонорар Более миллиона долларов Чтобы вы понимали Поэтому наверное Мы для них Не очень Серьезные ребята Они Выезжают В Лондон Например На родную Свою территорию Вот два арена Пять концертов Объявляют Все солдал Замбинуту Ну куда тебе Выезжают Ну представляете Если бы у нас В Риге Мы могли Зарабатывать Такие деньги Если бы у нас Была вообще Такая Бизнес-струкция Вот Чилипеппер Тот же самый Приехал Несколько лет назад Рамштайн Приезжал Сколько людей Пришло Просто удивительно Потому что Я когда смотрю Туры каких-то Западных звезд Ну понятно Там американцам Вообще сложно За океан уехать Но даже если мы Смотрим британские Группы Немецкие И так далее Они когда гастролируют По Европе Скандинавия Там Польша А вот Страны Балтии Как-то Редко заезжают Хотя Ну конечно У нас меньше людей Живет В Эстонию Чаще чем В Эстонию Часто да Кстати ездят Чаще чем в Латвию Почему так Объясню ситуацию В Эстонию Потому что там Алкоголь дешевле Нет У меня кстати Наушники пропали Почему-то Но Там другая А вот у меня Оказывается Регулируются они Там другая Ситуация Эстония Рядом имеет Финов А финны Это очень большой рынок И они на многие Свои концерты Не могут попасть Потому что В солдон Продается И тогда они приезжают От огромной аудитории Которая села на паром На самолеты На катера И приехала Семьдесят километров В Таллинн Да То есть Как мы допустим Поехали там За Саукрас Послушать концерт Поэтому они собирают Эти звезды туда Зачастую приезжают Летом На летние туры Когда есть большие Аудитории Когда есть площадки По пятьдесят По шестьдесят тысяч человек Что же касается нас То Ну Приезжают к нам Приезжают те же самые Артисты Когда тур выстраивается Но как только зимний тур Мы имеем Арену Ригу Которая маловато Она вмещает Мало людей Наша средняя зарплата Не позволяет платить людям Большие деньги За концерты И соответственно Соответственно Они выбирают Между теми странами Где у людей Средняя зарплата Две тысячи евро И выше Там Раскупается концерт Быстрее И они выступают А кто хочет Из Ватвии Приезжают Конечно Приезжают туда Сейчас все стали Гиперактивны Динамичны Я вот сейчас был в Турции И решил Проделить пребывание Значит С тринадцатого По шестнадцатого октября Ну я думаю Ну какая проблема Отменил самолет И отменил Следующий самолет Мне говорят Есть на Ригу Двадцать второго числа Я говорю Как двадцать второго Он же летает каждый день Все просто Первый раз в Турции Была такая погода Теплая Я кстати Оттуда вчера прилетел Потому что пришлось вернуться А я хотела спросить Почему вот такое загорелое Это просто чисто женская зависть Да-да-да Ничего страшного Я знаю хороший крем Вопрос не в этом Садишься на самолет И летишь Все Люди стали гиперактивны Мы стали передвигаться Гораздо динамичнее Потому что сейчас интернет И все технологии Позволяют это делать Мы много говорили Про российских звезд Про западных Организуйте ли вы Концерты местных звезд У нас Даже не звезд У нас на самом деле Местных звезд Не так уж и много Но вот местных артистов Для местных звезды Финансово невыгодно Это выгодно Почему бы нет Мы всегда С трепетом относились Потому что Нельзя построить рынок Только на исполнителях С другой стороны Наши артисты Популярны Самодостаточны И в принципе Каждый из них Научился себя делать Посмотрели на Пратуэтро И каждый из них Себя делает То есть Если Пратуэтро Собирает 60 тысяч человек Например По средней цене 30 евро Ну это будет Миллион 800 Если Здесь Вклинивается промоутер Который будет работать Как бригада То он заберет Ну например 10 процентов этого На зарплаты На налоги И так далее Они потеряют 180 тысяч Зачем им Нужен кто-то Вот трейдер Но Пратуэтро Это бренд Который может Скоро 30 лет Мы вчера летели Из Москвы Вместе с Интерсом Буцелесом Это мой Давний друг Мы знакомы С ним еще с волны Когда он только пришел И начал открываться Там И Ревзин его Первый раз слушал Я присутствовал При этом прослушивании Все не видели Он тоже делает себя Фактически сам Легче содержать Штат Платить зарплату Большие Ну все таки Буцелес тоже получил Известность благодаря Телевидению В том числе и российскому И у Пратуэтро И у Буцелеса У них есть выход На другие рынки У Пратуэтро Достаточно успешно Гастролирует И по Европе И по России Буцелес тоже ездят В Россию У них большие рынки А если мы говорим Про местные Вот у нас Сегодня к нам В студию придется В следующем части Группа Carnival Youth Собственно Созданная детьми Калперса И я В рамках подготовки К интервью Я зашел к ним На ютуб канал И я увидел Что их самая первая песня Там больше миллиона Просмотров Она очень популярна А вот сейчас У них вышел альбом И там просмотров Там по 20-30 тысяч И они Они не соберут Стадионы Как это сделает Пратуэтро Соответственно Им нужен либо кто-то Кто им поможет Раскрутиться Учитывая опять-таки Малый Не европейский Латвийский рынок То есть вот таким Вот маленьким артистам Есть ли интерес Помогать И помогать им Выходить Может быть как раз Такие на европейские рынки Как вот это сделало Пратуэтро Ну я думаю Всем надо заниматься Профессионально Есть специальные компании Которые занимаются Раскруткой артиста Как такового Мы можем Профессионально Отрекламировать Можем организовать Процесс Но раскрутка Это все-таки Этим надо брать И заниматься Как вот тот же Иосиф Пригожин Которого сегодня Упоминали В свое время Он Тем-то и был Славен Что он был именно Продюсером Он реально Продюсировал То есть вкладывал Деньги непосредственно Для того чтобы Получить Дивиденды С этого А у вас нет желания Будьте в этот бизнес У меня есть желание Но пока мы заняты Своим бизнесом Мы как-то справляемся Я напоминаю Что у нас сегодня В гостях Игорь Ефремов Организатор концертов В том числе Концерта Лепса Который отменили Телефоны прямого эфира 6721-2939 6721-3939 Вам Как Человеку Который столько лет Работает И организует Концерты Самому не надоело Вот эти капризы Бесконечные Кофе Определенный Он говорит не очень капризный Ему тоже Ну только кофе Определенный Нет Мне не надоело Почему? Потому что Знаете Я всегда Занимался музыкой С детства И Со школьной дискотеки Начал увлекаться Этим процессом Музыке очень много Гармонии И при той какофонии Которой может Позволить себе Какой-то капризный артист Допустим Да А мы стараемся С такими не работать Но бывают случаи Все равно Очень много Гармоничного В нашем процессе Более того Это безумно Интересный процесс Это сродни эфиру На радио Ты этот Титаник Уже остановить не можешь То есть он когда пошел Пошел Титаник плохо кончил Титаник плохо кончил Но я говорю про корабль Который идет Понимаете Про само мероприятие Про новую волну Которой занимался 11 лет И может быть даже Если бы не я Она бы не так успешно Проходила Потому что моя задача Стояла Зарабатывать деньги И пришлось даже Придумать день композитора Потому что я очень хотел Видеть Игоря Яковлевича На сцене Как композитора Раздвинуть тем самым Волну И увеличить бюджет Потому что задачи Были космического масштаба Мы устраивали Пирс в море Мы построили Чтобы Шли вот та же самая Красная дорожка Допустим Ревзин плакал Все время и говорил Александр Давыдович Легендарь Режиссер Он говорил Какая-то страшная ситуация Игорь происходит Мы не можем Этих артистов заставить Кроме у Купника Никто не приходит На красную дорожку У Купник просто живет За углом Он живет за углом Да Он мимо проходит И говорит Мы столько раз ходили А мы что только не придумали Мы ходили от ресторана Юра Потом мы ходили Значит От Балтик-бич-отеля То есть Мы все время Что-то придумывали Это в шествии Чтобы отснять На рейт-автомобилях ехали И приходит ко мне Александр Давыдович И говорит Надо что-то такое придумать Игоревич Что-то надо придумать У него голоса уже нет У кого нет Я говорю Есть одна идея Мы поставим Пирс в море Он говорит В смысле Я говорю Я давно не мечтал Реально Чтобы у нас Как в Паланге Улица Басадавич У них продлевается Именно этим пирсом И у нас Была такая идея Когда-то Господин Башарин По-моему Он делал проект Строительством Многоэтажного дома В Булдуре С выхнаном С пирсом Но почему-то Дома загубила этот проект Вместо него стоят Благополучные дома Шести-пятиэтажные Но сама идея Не сработала А идея-то хорошая И мы поставили пирс Люди, которые взялись За установку Этой пирса Восемь раз пожалели Потому что вода Это серьезная Она подмывалась И так далее Но тем не менее У нас был пирс У нас были сзади яхты Были паруса И Алла Борисовна Пугачева Вместе с Максимом Галкиным Со всей элитой И с Киркором Когда она уж пришла Посмотреть на пирс В Юрмале Уже пришли И все остальные артисты И вот пиар Просто и представила Прямо Пугачева А за ней Такая толпа звезд Да Я думаю Где-то есть фотографии Если посмотреть Красная дорожка Новой волны И Пугачева на пирсе У нас еще один Звонок в студию Давайте примем Доброе утро Алло Здравствуйте Здравствуйте Скажите Там такой вопрос Интересует Где теперь Можно будет На Лепса Сходить Вот в Литве Въезд закрыт Тут закрыли А в Эстонии Куда Где планируется Вот в Таллине В Таллине Я думаю Смело можете сходить И многие уже Мы сегодня говорили Про это Многие уже даже Поменяли билеты Вы можете обратиться В билет Сервис И понять алгоритм Как вы можете Заберить свой билет Например На билет Григория Викторовича Концерт в Таллине В Таллине Тоже интересная ситуация Они же вроде Могут быть И тоже Объявить его Невизным Понимаете Они просто заработают На нас чуть больше И все Они просто заработают Я думаю Потому что они хотят Пригласить Владимира Демидовича Путина Они На концерт Лепса Нет Это был бы такой Пиар-код Конечно Да Это был бы ответ Латвия бы вздрогнула Ответ Чемберлена На самом деле Они с финнами Очень серьезно понимают Что с соседями Надо дружить И что вся эта политика Связанная с враждой На границе Она не приводит Ни к чему хорошему Россия может быть И непонятная нам страна С одной стороны С другой стороны Есть очень четкие понятия Что это мощнейшие структуры Обладающие Самыми большими Ресурсами В мире И уж она-то В принципе Без Латвии обойдется А вот Латвия без нее Я думаю нам вряд Тут нам еще написали В ватсапе Я не могу не прочитать вопрос Мы как бы на него ответили Просто чтобы человек Получил свой ответ Да Что мы его слышим Вчера должен был быть концерт Александра Сафина Люди пришли Сняли одежду Уже готовы аплодировать И тут выходит женщина Говорит Что концерт отменяется И вот собственно Кто организатор Почему не отменили заранее Что делать с билетами На эти вопросы мы уже отвечали Нужно отпратиться В Билишу сервис Или В здание Где это все проходило И спросить Кто организатор Но вот почему не отменили заранее Бывает ли такое Что вот в самый последний момент Узнаете Что Зрители уже сидят Да Знаете какая ситуация Вот допустим Представим процесс Александра Сафина Первый раз Привозили мы в Ригу Но вначале он приехал На волну Как гость Его пригласили Потом мы его привозили С концертом Он тогда Выступал в опере Был безумно красивый концерт Все было хорошо У него был Достаточно Меняемый гонорар Ну там Что-то в районе Десяти тысяч евро Это позволяло собирать Тысячный зал С недорогими билетами А потом Александр Сафина Решил стать Великим Ну по крайней мере Его югоменеджмент Подумал Что уже раскрутка Произошла И надо повышать гонорар И мы отказались От работы с ним Но это Опять же Взаимосвязанный процесс Если Александр Сафина Стал в два раза дороже То увеличивается Весь пирог Соответственно Надо либо больше Продать билетов И это должен быть В несколько раз Популярнее артист Либо надо И продавать дороже И тогда организатор На свое горе Которому пришла идея Что вот Сафина Вот такой он Классный Бог концерт Его переберет Этого артиста Платит ему Предоплату И начинает Допустим Не выплачивать Вторую часть Предоплаты Многие артисты Без этого вообще Не приедут А тут начинается Такая игра В кошки-мышки Мы сегодня У нас тот банк Закрыли И в запаре Некоторые артисты Приезжают Как Сафина Денег нет Те думают Что мы сейчас Допродадим Вот до последнего Надеются Это же Ну как Самолет Он либо раскуплен Либо он пустой летит Если пустой самолет Очень многие Отменяются Рейсы самолетов Потому что Экономически невыгодно Поднять эту машину В воздух И вот этот Сафина Заложник ситуации Сидит за кулисами А может быть И не сидит Эти люди На что-то надеются И в один момент Выходят и говорят Мы не шмаглая Мы не проводим Концерт Вот и вся ситуация А потом Все равно Нужно выплатить Сафина Вторую часть Конечно Надо выплатить Сафина Вторую часть Потому что Артист потерял день Который мог бы продать И где-то выступать Плюс Арена Рига Надо заплатить Или другому Любому залу Потому что Зал не виноват Что ты Плохой Художник Ничего не понимающий В этом деле То есть Я думаю Да Конечно Это неприятно Но что делать Смотрите внимательно Кто является Организатором Вашего концерта Куда вы покупаете Вилет Вот вы еще так сказали Что мы закончили Работу с артистом И кто-то другой начал Есть ли вообще Какой-то Я не знаю Кодекс чести Услово говоря Среди организаторов Что вот если Вы работаете Там не знаю С Григорием Левцем Это больше Никто его не приглашает Или Это жесткий рынок А кто больше заплатит Тот того и привозит Уводят из-под носа Да Вот и то И то И то Все правдиво Понимаете В нашем бизнесе Дело в том Что Да С одной стороны Есть исполнители Которые работают С нами годами И даже их пытались Перекупить Они работали С другой компанией Говорили Нет Мы все-таки За профессионализм Давайте договариваться Будем работать Только с вами А есть Люди Которые Ну Легкого поведения Низкосоциальная ответственность Низкосоциальная ответственность Да Главное потребительский инстинкт Мне сегодня Больше И вот Хоть пожар Хоть потоп Если такие Такие Это ж Вы просто До этого говорили Что вы предпочитаете Не работать С очень капризными звездами Если у вас такое Что вот Если вас поменяли На кого-то То вы больше уже Стараетесь не работать С такими людьми Они приходят Посыпают голову пеплом А вы Нет Согласен Но бизнес Есть бизнес И все-таки Если ты профессионал И люди По каким-то причинам Ушли от тебя С другим промоутером Поработали Пришли к тебе Это является Неким доказательством Твоего профессионализма Наверное И тут Можно пойти навстречу Другой вопрос Что Есть артисты С которыми Не хочется работать Я не буду называть Эх именам Самое интересное Самое маленькое имя Самое короткое Самое маленькое Ну вот Та же самая Госпожа Ловода Да Она Скандально известна Потому что Тоже стала безумно популярной Вот в одночасье Стала популярной Да И ее унесло Ну например Там она Может требует Рейдера Туда-сюда Она вся в движении Идет У нее большие залы У нее большие гонорары Все ее хотят Песни на радио Звучат Эфир происходит Стала Рамштайн И у нее могут быть Такие небольшие перегибы Я думаю Что со временем Все встанет на место Вот тот же самый Стас Михайлов Например Он когда появился Появился человек Неоткуда Для разведенных Просто такой прорыв Сознания С огромным репертуаром Он вышел на сцену И начал петь То что они всю жизнь ждали И его начало тоже Уносить в космос Организаторы Которые с ним работали Вам нужно взять просто Одинокую 50-летнюю женщину Я понял Тогда он будет с вами работать Хорошо Мы готовы взять Аллу Борисовну Но она пока не готова Выступать так много Потому что возраст все-таки Она только большая Нет, для организаторов Концертов со Стасом Михайловым А, это да, конечно Стас Михайлов, кстати Мне кажется Он начал немножко терять Свою уже блеск Вот как только он перестал Быть мега популярным Как только его Радиостанции стали играть меньше Он начал возвращаться К нормальной жизни И по-человечески Относиться К происходящей реальности Потому что он Ну просто уходил в космос Требовал коньяки За тысячи евро Лучший ресторан Он выбирал сам И организатор просто Не знал, чего еще ожидать Что будет следующее Может быть сейчас Не понравится диван Мы построим новую гостиницу Это смешно Может быть у нас Пара гостиниц так и появилась Если бы не Стас Михайлов Не было бы у нас Такого развитого Гостиничного бизнеса Были бы случаи Когда, например Вы начинаете работать с артистом И вроде все идет Артист капризный Он сложный И вы даже в процессе работы Отказываетесь Вам может быть легче вернуть Эту часть проданных билетов И закрыть эту тему Чем доводить уже Этот процесс до конца Нет, мы вот Если уже взялись за артиста Какой бы он капризный ни был Для нас это тоже будет урок В следующий раз Посмотреть на все со стороны Но мы обязательно проводим концерт В любом случае Доводим дело до логического завершения А потом уже с артистами расстаемся Если что Ну, больше не заказываем Мы тоже доводим до логического завершения Наш разговор К сожалению, время подходит к концу У нас в гостях был организатор концертов Игорь Ефремов Субтитры создавал DimaTorzok